Начнём мы, знаете, Дмитрий, вот с такой темы, мы начали с темы праздников, и хочу спросить ваше мнение, шабаш такой происходил недавно в Москве, прямо на Красной площади, рядышком с Владимиром Ильичом, он, правда, не участвовал, значит, я... Не скажите, не скажите. Да? Да. Пританцовывал? Да. Значит, он, не он, господи, значит, я даже не знаю, какое слово подобрать, концерт, в котором Певцовы, Машковы и прочего. Извините, я вспомнил рекламу Михаила Задорнов, покойный, он придумал рекламу в своё время прохладительных напитков, выходит Ленин из Мавзолея и говорит, не дай себе засохнуть, батенька. Значит, и вот на этой сцене, как всегда, Гойда не кричали, по-моему, в этот раз, помните, да, Хлобыстин? Крикуна не было этого. Да, но были вот другие крикуны, вот все, кого я уже назвал, Певцовы, Машковы и прочие, Родионы Газмановы вместе с Олегами Газмановыми, кто ещё, где-то у меня вот этот список этих негодяй, ну, Шаман, безусловно. Певица Зара, Стас Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, одесситка, к своему стыду. Значит, Николай Басков, Хабиб, группа 123-й полк, певица Варвара, депутат Госдумы, актёр Дмитрий Певцов и кубанский казачий хор. Значит, они всё это затеяли для того, чтобы рассказать россиянам, как они кровавым путём забирают чужие земли. День этот был посвящён расширению России, аннексии оккупации украинских земель Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, которые они, значит, ввели через конституцию в состав своей федерации. Что характерно, Дмитрий, эту новость обошли стороной телеканалы российские, которые в вечерних новостях забыли рассказать о таком чудесном празднике, проигнорировали это информсобытие. И сам главный вурдовак не приехал на это мероприятие. Может, машина сломалась? А? Может, машина сломалась? Может быть, у всех тройников выходной был? Или даже двойники уже не хотели позориться на этом шабаше? Ну вот, собственно, вот такая история. Как думаете, и тут две составляющие. И уж очень интересный был слоган, знаете какой? Значит, слоган этого концерта был «Одна страна, одна семья, одна Россия». Он невероятно напоминает лозунг нацистской партии Гитлера, который звучал «Один народ, один рейх, один фюрер». Я-я. Они продолжают проводить параллели, нападать на Киев. Дастишь, фантастишь. Лозунги. Ну, осталось только, что мы увидим Путина с усиками. Дмитрий, пожалуйста. Ну, вы знаете, смотрится это, конечно, все смешно. Но это уже, это вызывает, конечно, рвотный рефлекс сразу. Потому что, когда видишь эти рожи, во-первых, там же лиц нет, там рожи. Посмотрите на этих чучел, старые потасканные изваяния. Это Долина, это Газмана, это все старое, проперженное тысячу раз такое отвратительное, псевдоартистическое говно. Закончил мысль. Как долго вы подбирали? Закончил мысль, но очень точным словом. Для меня эти люди, вот я сейчас скажу парадоксальную вещь, не меньшие преступники, чем Путин. Потому что они, опираясь двумя ногами на свой раскрученный образ, они содействуют тому, чтобы оболваненные молодые люди шли воевать с украинцами. То есть, они непосредственно виноваты в убийстве украинцев. Все эти Басковы, Газмановы, Долины, Шмолины, все они будут отвечать по закону. Я уверен, что их ждет трибунал. Они могут даже с Путиным рядышком где-то примаститься. Будут петь ему про погоду в доме и про Исаула в перерыве между заседаниями. Негодяи, негодяи конченые вообще. Повторяю, пусть смотрят на свои руки, там кровь украинцев на их руках. Они виноваты в этом. И ничего не отмолит уже их, ничего не отмоет. Они будут отвечать. Многие из них будут пойманы. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Вы же понимаете, что украинская разведка будет действовать как Моссад. И по окончании войны, после нашей победы, будут отлавливать наиболее таких ярых сторонников режима. Ну, как не отловить Газманова, например? Ну, это же просто он просится, чтобы его отловили. И на кол посадили, условно говоря. Фашисты. Это фашисты. Настоящие русские фашисты. И пытаюсь унять злость и говорить трезво как-то, но не могу подобрать слов. Подонки просто. Подонки. Продолжим. Спасибо большое. Продолжим. Друзья, в комментариях вы можете задавать свои вопросы. Всем, кто пишет, слава Украине. Здоровья, слава. Всем, кто пишет, поздравляет меня с днём рождения. Спасибо большое. Также... Василий, сколько вам исполнилось? 41. Какой вы молодой в расцвете силы, таланта. Поздравляю вас. 41 это новое 30. Будем считать так. Так говорят. Значит, перерождение Вагнера. Об этом хочу с вами поговорить. Но не о музыке, естественно, как вы понимаете. Путин поручил бывшему начальнику группы Вагнера Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. По данным из открытых источников, Трошев был начальником штаба группы Вагнер. В Сирии он участвовал в войне в Афганистане, второй чеченской войне. Дмитрий. Что такое? Мы наблюдаем возвращение Вагнера на позиции. Я даже больше того скажу, что мы будем наблюдать Вагнер все там же, в районе Бахмута. Понимаете, что получилось? Пригожина нет. Кстати, сегодня на кладбище в Петербурге собрались его, я не понимаю сегодня, что 40 дней или что сегодня, со дня гибели. Давайте подумаем, он какого погиб. Наверное, 40 дней, потому что мать его приехала и соратники, они там все... А 24-го вроде нет, он погиб? Как раз через два месяца после попытки переворота. 23-го, по-моему. Ну, короче, вот сегодня они там собрались. Как здорово, что все... Да, 23-го августа. 23-го августа он погиб? Да. Да. Ну и что, наверное, 40 дней сегодня. Наверное, 40 дней. Вот. Значит, что получилось? Пригожина нет, Уткина нет, а вагнеровцы есть. Группа людей, которые уже наелись крови, которые ничего не умеют, кроме этого. Посмотрите же, как они возвращаются триумфально домой в Россиюшку. Один сестру там заживо сжег, второй там зарезал кого-то, третий изнасиловал, четвертый убил просто без затей. Это же Россия имеет большую проблему с возвращением этих людей, если можно назвать их людьми. Они в свое время были посажены на длительные сроки за ужасающие преступления. Их забрали с тюрем, отправили воевать с Украиной. И те, кто дожили до того, что демобилизация у них началась, они оправданы. Но поскольку психика нарушена очень сильно и давно, тянет кого-то убить? Чертовски тянет. И поэтому, я думаю, тут комплекс вопросов. Первое. Есть сила, у которой нет уже руководителя. Расползание этой силы по России не очень приятно. Лучше ее утилизировать, но так, чтобы она тоже поубивала украинцев. Так размышляет Путин явно. Поэтому надо ее собрать снова. Видите, Лукашенко от них отказался, они ему не нужны. Поэтому надо собрать их снова. Особенно в условиях того, что мобилизацией-то он не может заниматься, Путин, до выборов президентских. Они так контрактников берут. Им нужно по-хорошему 1300. Берут контрактников. Вот сейчас вагнеровцев подберут. А потом уже после выборов Путина, вот там уже можно объявлять мобилизацию как угодно. Это уже никого не будет волновать. Поэтому сейчас они затыкают дыры с помощью, в том числе и вагнеровцев, которые, да, они мигрантов активно берут. С помощью вагнеровцев, которые очень хорошо знают местность, которые имеют богатейший опыт. И поэтому, да, Вагнер возвращается. Он передан Министерству обороны. Трошев, о котором отзываются не очень бойцы Вагнера. То есть, типа, он был вообще не при делах. И не понимает, как это все происходит, как колесики крутятся. Но ничего. Главное, что, понимаете, у нас воюют патриоты, а с той стороны уркоганы. Вот и вся история. Московских и питерских мальчиков там не видно.